Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет, и давайте сегодня вспомним святую равноапостольную Марию Магдалину. Она лично знала и общалась с Пресвятой Богородицей. В Священном Писании мы читаем, что вместе с Матерью Господа она стояла при кресте Христовом, то есть она сподобилась вот этого удивительного созерцания тайны креста. Она общалась с Божьей Матерью, то, чего многие из нас вообще не могут сподобиться, мечтают только об этом. И при этом, конечно, вот если мы посмотрим, что пишут про Марию Магдалину, зачастую на нее много наговаривают, потому что якобы она там была какая-то чрезвычайная такая грешница, утопала в разврате, в блуде, вот, а потом еще кто-то сочиняет и фантазирует, и в евангельские тексты вносит свои фантазии, якобы там какая-то вот особая связь у нее была со Христом. Ну, а люди плотские, они всякую связь понимают в своем плотском смысле. Вот если на самом деле мы исследуем Священное Писание, если мы изучим древние христианские памятники, не какие-то апокрифические, а вот именно подлинные памятники древней христианской письменности, то нами предстает совершенно удивительная картина, что да, Мария Магдалина, она одна из самых первых учениц Христовых. Вот когда упоминаются ученицы, именно не просто ученики апостола, а вот именно ученицы, следующие за Господом, то на первом месте Марии Магдалина, именно она, кстати, первой сподобилась созерцать, увидеть воскресшего Господа и услышать первую весть от ангелов о воскресении Христа, и она именно ученикам Христовым первой возвещает это. Вот это наше пасхальное приветствие, Христос воскресе, воистину воскресе. Вот кто первый, кто первый так бы приветствовал всех остальных людей, это Мария и Магдалина. А почему? Да потому что при кресте Христовом была она. И так вот, что же мы о ней знаем? Конечно, текстов не так много, но если мы откроем восьмую главу, то там мы читаем про Господа Иисуса Христа. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествует Царствие Божие. И с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Марии, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Вот она упоминается среди учеников Христовых, при этом она тоже ходит поселением и сказано, проповедуя и благовествует Царствие Божие. То есть сам Спаситель проповедовал, потом апостолы тоже. Но и Мария Магдалина, она как бы примыкает вот этим первым благовестникам Царства Божия. Ну а собственно, что мы о ней знаем? Вот она упоминается как Магдалина, а это по месту происхождения. Город Магдалы, древний такой еврейский город на берегу Галилейского моря, между Капернаумом и Тивериадой. Вот, если от Иерусалима кто к северу, это на 200 километров. Ну, городок, как городок, тут ничего особенного. Но при этом, что мы понимаем тоже, что вот некоторые женщины, которые в евангельском тексте, упоминаются их мужья. Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Ну, не всегда, правда, но все-таки упоминаются. А вот здесь, в плане Марии Магдалины, она предстает так, что у нее нет мужа. О нем ни слова. Также о детях ни слова. То есть она как бы совершенно одинока. И из-за этого вот тоже, может быть, некоторые наговаривают, что ну вот там женщины легкого поведения, они жили распутно, поэтому, конечно же, на таких никто не женился. И за это вот они оставались одни. Но дело все в том, дело все в том, что, во-первых, о распутстве ее ни слова. И дело все в том, что Священное Писание говорит, что она была одержима. А кто будет жениться на бесноватой, да? Кто будет заводить с ней семью? Во всяком случае, как бы там ни было, она была очень и очень несчастна. Мария Магдалина, и сказано, что она была одержима семью бесами, вот по толкованию святых отцов, это как бы противоположность семи дарам Святого Духа. Вот у пророка Исаии можно вспомнить, как упоминается семь даров Святого Духа. Ну, прежде всего, в отношении к самому Господу Иисусу Христу и почит на нем Дух Господень, Дух Премудрости и Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия, и страха Господня исполнится, да? То есть, вот эти дары Святого Духа и страха Божия, то есть, особое священное благоговение и премудрость, и благочестие, и все остальное. А тут получается, что вот бесы завладели человека, и он мучается. Действительно, какое у него будет тут благочестие, если бес ведет себя нечестиво, да? Так, что другие люди ужасаются проявлением беснования. И она от этого очень и очень страдала. И никто не собирался с нею особо общаться или церемониться. И, кстати, когда встречали бесноватых, то тоже не особо жалели, считали, что, ну, это вот непременно по грехам, да? А то, что это может быть какой-то вот крест от Бога попущенный, да и вообще как бы последствия, просто вот последствия грехопадения наших прародителей, что мы живем в таком мире, где все рушится, ломается, где все ненадежно, и даже бесы, они имеют некий доступ и могут причинять мучения. Ну, если Господь, конечно, попустит. И как бы там ни было, вот эта вот очень страдающая молодая, видимо, девушка, которая не имела простого жизненного счастья семьи и детей, да? Которая не имела внутри себя покоя, потому что бесы мучили ее. Она не имела здоровья, она не могла свободной грудью вдохнуть воздуха, да? И вот она в какой-то момент повстречала Христа, причем это не описывается, почему? Потому что далеко не все записано, ну и кто бы там ходил, все это фиксировал, в то время они даже, ученики Христова, не знали, что впоследствии будут это описывать. И он ее исцеляет, а Спаситель постоянно исцелял, исцелял разных людей, не все записано. И вот здесь просто сказано, что он ее исцелил, и из нее вышли вот эти семь бесов. Конечно, в Святой Земле там указывает даже место, есть такое предание, что возле источника, возле источника воды, Спаситель повстречал вот эту Марию Магдалину и исцеляет от беснования. Сейчас на этом месте православный храм. Источник считается чудотворным, туда приезжают, окунаются, получают тоже исцеление, молятся Марии Магдалине, но как бы там ни было, вот она следует за Господом и следует всецело. То есть он дал ей полную свободу. До этого страшное просто мучение. Мы, конечно, не будем описывать, что такое беснование, но уж поверьте, что люди очень мучаются. И самое страшное, что внутри нет покоя. А тут Спаситель, который дает полную свободу. Свобода сердца, свобода ума, свобода твоего телесного естества. И раз со Христом подлинная свобода, то значит и надо последовать за Господом Иисусом Христом. И понятно, что ни деньги, ни какое-то имущество, они уже не имеют цены. И поэтому вот эти женщины, сказано, они служили Ему имением своим. Ну, в чем смысл этого служения? В том, что ведь Спаситель уже благовествует, апостолы Ему помогают. Хотя иногда они еще ловят рыбу, это мы встречаем, но не всегда. То есть Спаситель уже посылал их на проповедь, они исцеляли, проповедовали, благовествовали. А надо на что-то жить, да? Надо, чтобы кто-то чинил одежду, да? Чтобы кто-то обустраивал какой-то быт. Ну, может быть, даже просто пищу готовил. И вообще нужны средства там и для одежды, для всего. И вот эти женщины, которые покинули свои дома и последовали за Христом, они служили от имени своих, в том числе вот от этих пожертвований, потому что уже стало понятно, что все это имущество, это вот просто шелуха, и надо следовать за Господом, который творец видимого и невидимого, да? Который, когда надо, он пятью хлебами может накормить пять тысяч, ну, пусть это всего лишь два раза было, но это как бы символ того, что если ты с Богом, у тебя не будет в чем-либо недостатка. Вот если ты последовал за Господом, Он тебе подаст все, что тебе нужно, и поэтому не бойся жертвовать, не бойся делиться тем, что ты имеешь. И вот они ходят. Ну, к слову, еще скажем, что, конечно, это была не то, чтобы такая вот революционно-скандальная ситуация, но все-таки вот нечто такое непривычное, чтобы у Христа, ведь он все-таки предстает как бы в мужском поле, да, в естестве, то и чтобы были ученицы. Когда у учителя ученики, это понятно, а вот ученица уже казалась, немножко так странно, но Христос, Он для всех. Он и для мужчин, и для женщин, Он для стариков, и для детей, для здоровых, и для больных, да, там, для грамотных и неграмотных, для мудрых и не очень умных по жизни людей, каковыми мы зачастую являемся. Но Спаситель каждому даст вот то, что ему нужно, и поэтому все и следуют за Ним. И вообще во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, ибо благодать Божия, она превыше этого. И вот в то время, когда благодать Христова, она очевидно проявляла себя, то страсти людские, и вот эти элементарные позывы нашей вот плотской природы, они остужались, они переставали действовать. И вот Мария Магдалина, она следует за Господом всюду. Она одна из первых его вот таких учениц, если брать вот именно женский пол. И впоследствии что? Впоследствии то, что Спасителя схватывают. Конечно, Мария Магдалина, вот понимаете, она не присутствовала на горе Фавор, она не созерцала преображение, она не входила в круг ближайших учеников Христова, потому что это апостолы, лица мужского пола, и из них некоторые даже там выделялись, вот три ученика, Иоанн Богослов, Иаков, и Петр, иногда еще Андрей включался. И в общем, суть такая, что она, конечно, не слышала вот всех тайных вот этих наставлений Господа, когда он говорит, что вы вложите в уши свои, что сын человеческий предан будет в руки человеческие. Да, то есть это надо принять, что проявится такая немощь, когда силы зла вроде бы завладеют Христом, а он вдруг, вопреки всем человеческим расчетам, воскреснет в третий день, то есть выйдет победителем. Она не слышала, но она, именно она, остается при кресте Христом. И все евангелисты пишут, что когда ученики разбежались, ну, кроме Иоанна Богослова, когда все в страхе и трепете сидели где-то там по своим уголкам и думали только о своей шкуре, то вот Мария Магдалина и некоторые другие, конечно же, Божья Матерь, она упоминается, они стояли при кресте Христовом. И Мария Магдалина тоже плакала, как и Божья Матерь, созерцая страдания своего любимого Господа. И потом она так же, как и Божья Матерь, она видит, как уже бездыханное тело Господа снимают с креста и как его переносят и полагают в гробницы. И вот в Евангелии от Матфея мы встречаем уникальную информацию. Обычно, когда мы читаем, мы пробежали эти строки и побежали дальше. Вот это неправильно читать, так священное писание, надо вдумчиво и углубляться хотя бы ненадолго в отдельные стихи. И там сказано, что когда привалили большой камень к двери гроба, то была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Вот сразу скажу, что вот эта другая Мария, как толкует блаженный Феофилакт Болгарский, ну и некоторые другие святые отцы, это, собственно, Божия Матери. Вот они всегда как бы немножко так прикровенно в Евангелии, потому что главное – это Христос. Но вот святые отцы прозревают, что Пресвятая Богородица она и при кресте Христовом, она и при гробнице Христовой. А рядом с ней кто? Мария Магдалина. То есть вот они были там и сидели напротив гроба. Вот камень завалил вход, устье в эту пещеру. Потом первые, кто присутствовали, именно Божия Матерь и Мария Магдалина, всего лишь два человека, и обе женщины. Вот она верность до конца, понимаете? Поэтому неважно, какого пола, главное, чтобы сердце было верным Христу. И такие люди, поэтому они сподобляются особой милости, благодати Божией. Вот почему они и воскресение Господа сподобляются первыми. И понятно, что после этого уже запечатывают камень, приставляют стражу, а Пресвятая Богородица и Мария Магдалина, они до позднего вечера, до ночи находятся там и уже после этого уходят. А проходит субботний день, и тогда они, вот и жены мироносицы, идут с помазаниями, с благовониями, чтобы миром помазать тело Господа. Ну, тут мы тоже в подробности такие вот не будем углубляться, вот как описывает этот разный евангелист. И вообще была такая традиция, что вот на третий день должно быть тоже некое свидетельствование погребенного. А как бы там ни было, они приходят. И Мария Магдалина по пути тоже размышляет, ну как вот камень такой огромный, кто его отвалит. А камень, оказывается, уже отвален. Подходит, и там мы видим, что вот Иоанн Богослов в своем Евангелии описывает, он как бы делает акцент именно на Марии Магдалине, хотя ясно, что там другие тоже с ней шли. Вот приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и вот видит, что камень отвален от гроба. И Мария Магдалина, она, понимаете, вот настолько она была, вот любила Господа, действительно, в чистом, в правильном смысле любила, что она тут же бежит. Бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, то есть Иоанн Богослов к нему бежит. И говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Вот это слово «не знаем» все-таки указывает, что не только она приходила. Не только она приходила, приходило их несколько, вот эти жены Миронойса. Но побежала она одна. Настолько вот ее эмоции переполняют ее сердце, что она тут же спешит, тут же она к ученикам, а выделялись в основном Петр и Иоанн из учеников. И она говорит им, что вот нет, то есть для нее, для ее рассудка тоже еще невозможно принять. Ну как так вот? Если тела нет, значит кто-то унес, а то, что он воскрес, как это понять? И тогда вот она обратно, Петр и Иоанн тоже спешат ко гробу. Там вообще был некий такой вот хаос, когда, если читаем четырех евангелистов, то там получается так, что один евангелист описывает, что вот они идут там, потом явления ангелов, бегают в общем туда-сюда, от гробницы обратно, потом опять туда. А почему так? Потому что действительно никто из них не ожидал, что он воскреснет. Поэтому, тем более гробница опечатана, там стояла стража, чего туда ходить, а тут вдруг камень отвален, и вот они то прибегают, смотрят, то потом другие прибегают. И евангелисты по-разному это описывают. И вот Петр и Иоанн они тоже посетили, причем Иоанн уверовал, сказано, но пока никому ничего не говорил, а Мария опять вернулась. И вот когда она плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, то есть блистают вот этим благодатным, нетварным, небесным светом. Они сидят один у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» То есть как бы с вопросом к ней обращаются для того, чтобы отвлечь ее от своих скорбных чувств, от этих бурных эмоций. Но она еще в земном пребывает, говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». То есть у нее вот только одно направление мысли. Раз тела нет, значит, кто-то унес. Ну, как и в основном другие тоже так думали. «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь?» Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». То есть тут какая ситуация? Вот она настолько в своих вот этих эмоциях и чувствах, что даже когда является Господь, она его не узнает, и как бы вот она в своем пребывает, вот в своем мирке еще внутреннем, в этих переживаниях. Ну, посмотрел, наверное, это садовник. Говорит, вот если ты его унес, то скажи, я возьму его. Ну, а как она вообще одна сможет перенести тело Христово? То есть эмоции переполняют вот ее душу. Иисус говорит ей, «Мария!» И вот это вот обращение по имени, кстати, это единственное место, когда Спаситель вообще обращается к женщине по имени, то есть там в основном к ученикам, а вот здесь именно Мария Магдалина выделяется. Ну, я имею в виду записанные места в Священном Писании. Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «учитель». То есть, обратившись, как бы, вот она выходит из замкнутости в своих вот этих чувствах, эмоциях, и, наконец, прозревает, что вот это он сам и есть, воскресший Христос, и она хочет к нему кинуться. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Ну, здесь, конечно, во-первых, интересно, что Христос после воскресения учеников своих называет уже братьями. Да, причем на Тайной вечере он называет их друзьями, а по воскресению уже братьями. То есть, некое вот братство Христово, то есть, родство, духовное родство во Христе, учеников Его. Но при этом, понимаете, какая такая мысль, что Он ей запрещает прикасаться. То есть, она готова кинуться к Нему, а Он ей запрещает. И вроде бы, как бы, она такая обделена. Ведь дальше, в той же самой главе, 20 главе Евангелия Теана, Спаситель Фоме что говорит? Что ты подай твой перст и вложи в рану мою руку, то есть, прикоснись ко мне, убедись непосредственно, что это я сам. То есть, получается так, что Фоме разрешает прикоснуться, а Марии и Магдалине не разрешают. Но дело все вот в чем. Дело в том, что Фома, он, понимаете, он был такой, как бы, скептик, такого рассудочного характера, которого какие-то мысленные построения, что вот невозможно. Это для нашей природы, вообще, мир, где мы видим, что все рушится, горы разваливаются, деревья засыхают, животные, там, звери, рыбы, птицы, все умирают, и человек умирает. Даже те, кого воскресил, спасет. Они же проживут какую-то жизнь и опять умрут. А невозможно, чтобы раз, вот воскрес и вообще навсегда. И поэтому Спаситель, как бы, отвлекает его от рассудочных построений, говорит ему, что ты именно вот почувствуешь, что это я. Прикоснись и убедись. Я тот самый, который был распят, чьи руки пробудены были на кресте, чья грудь пронзена копьем, и вот я воскрес, это я сам. То есть, почувствуй, опытно убедись, что это я. А вот с Марией Магдалиной другая ситуация. Она, понимаете, вот по-женски, с эмоцией, когда человек вот кого-то любит, он готов его вот просто в свои объятия захватить и как бы не отпустить уже. Настолько, вот ты любишь этого родного, дорогого тебе человека, что как бы заключить в свои объятия, чтобы он остался при тебе навсегда. И Спаситель говорит, нет, теперь уже все новое духовное и выше вот этой чувственности, выше вот этих тактильных прикосновений. Поэтому Спаситель не принадлежит только Марии, да, или там Петру, Иоанну, там другим апостолам. Он должен взойти к Богу Отцу. То есть, прежде всего, вот он взор обращает к Богу, от Которого вообще все, и сам Христос, как Спаситель, Он принадлежит всем. Он Сын Божий, Единосущный Отцу, поэтому и нужно восходить вот этого познанию Божественного. А чувственное и вещественное – это вторичное. Поэтому он как бы придерживает ее от прежних вот этих бурных проявлений человеческой радости, эмоций, и обращает ее уже больше к духовному созерцанию. Вот почему он как бы приостанавливает ее эти бурные эмоции, не прикасаясь ко мне, да, и направляет ее к ученикам своих, и она идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. То есть, она первая из людей возвещает другим воскресение Христово. Она сподобила созерцание ангелов, она была близка Пресвятой Богородице и прекрасно чувствовала душу Божией Матери, то, что она переживала. Поэтому Мария Магдалина, вот ее, кстати, иногда называют апостолом апостолов, то есть, как бы она вестник для апостолов, что сам Господь, он мог бы ведь сразу явиться ученикам. Нет, Мария Магдалина является. Почему? Да потому что она с ним до конца, не только при распятии, но и при гробе его осидела. И впоследствии, конечно же, Мария Магдалина, она становится проповедницей Христовой Евангелия, ходит, благовествует, поэтому она называется равноапостольной. То есть, равной апостолом. Есть, конечно, такое предание, что дошла она даже до императора Тиверия. В древних источниках, ну, такую информацию, прямо скажу, не найти. Это как бы отражение ее, вот действительно такой искренней проповеди, и Тиверий жил в остров Капри, там у него была крепость укрепленная, он боялся всяких узурпаторов, боялся, что кто-нибудь будет против него. Ну, и вот считается, что туда она могла как раз прийти, он принял ее, и когда он не верил в воскресение Христову, то она преподнесла вот это вот куриное яичко, которое окрасилось в красный цвет, как бы символ пролитой крови Христовой, со словами «Христос воскресе», действительно, вот как это яичко, оно окрасилось само в этот цвет, символ искупления, и как само яичко куриное – это образ воскресения Христова, потому что оно содержит в себе жизнь, как бы изначально, да, когда рождается, когда вот выходит из курочки яичко, то из яичка вылупится птенчик, это тоже символ жизни. И поэтому вот обычай красить пасхальные яйца, но, конечно, смысл-то Марии Магдалины совсем не в этом, да, и не в этих традициях, обрядах, а в том, что она вот, как вам сказать, что она представительница христианок, как бы образ христианок. Она страдала очень сильно, мучилась, люди ее не понимали, она не имела никакого жизненного счастья. И однажды, повстречав Христа, именно от Него получает духовную свободу, да и телесную свободу от беснования, одержимости. И поэтому всем сердцем следует за Христом. Она не все может понимать, у нее еще женские эмоции прорываются наружу, но зато она вот дает нам пример, что даже если ты вот в глубине бед, даже если ты одержимый, если ты, а тебе все отвернулись, то для Бога ты любимое чадо. И ты можешь стать вот так же, если ты женщина, вот такой же любимой дочерью Христа, также получать от Господа исцеление и духовную свободу, и последовать за Господом, ну, на любые пути. Господь тебя не оставит, и ты будешь такой же вестницей Светлого Христового Воскресения. Вот дай нам Господь, конечно, по молитвам Святой Марии Магдалины иметь вот ту же самую верность, ту же такую вот детскую чистую доверчивость Господу и быть свидетелями Светлого Христового Воскресения. А самой Марии Магдалине помолимся, чтобы она благословила нас и уберегала от всевозможных искушений, особенно от всяких чувственных, плотских мыслей, которые иногда закрадываются в наши головы. А самой Святой Марии Магдалине мы помолимся от самого искреннего сердца. Святая Мария Магдалина, моли Бога о нас. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова